Буквально на днях зарубежные российские СМИ оповестили мир смешанных единоборств о том, что один из самых титулованных самбистов мира едет за океан для покорения новых высот. Разница была лишь в том, что американцы обрадовались Маленькому Федору больше, чем россияне. За несколько дней на авторитетных американских ресурсах появились статьи о Маленьком Федоре. Именно так западные журналисты называют Кирилла. Его ждут в Беллатор и надеются, что Сидельников сможет выстрелить и стать звездой промоушена, поскольку он является учеником Емельяненко и предан своему учителю без малого 10 лет. В России Кирилл по-прежнему не является звездой, у него нет активного инстаграма и он не ведет твиттер. Если вспомнить карьеру Кирилла, то вы знаете, что будучи 18-летним парнем, Сидельников выходил против людей с огромным опытом в ММА. Русский спортсмен побеждал, проигрывал, а потом решил взять паузу ради того, чтобы сосредоточиться на боевом самбо. Сидельников 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 После самбо было возвращение вместе с последним имперарием. Отличный старт, перезапуск карьеры и поражение от Павловича. Один пропущенный удар подтолкнул фанатов начать писать гадости и хоронить карьеру нашего тяжеловеса. Но ведь ничего страшного не случилось, просто поражение в тяжелом весе от высококлассного соперника. Странно, что домашние аналитики моментально сделали вывод, что Кирилл какого-то не такого уровня, который они представляли. И вот спустя год после череды травм, Кирилл снова возвращается в клетку. Произойдет это на турнире Беллатр в Израиле, а его соперником станет местный боец. От старта будет зависеть многое. В том числе этот бой покажет амбиции Сидельникова в новой организации. Тяжелый вес промоушена насыщен бойцами. Одних россиян в нем уже 4 человека. И есть толпа крепких американцев, с которыми можно биться и которых нужно побеждать. И главный вопрос, а сможет ли Кирилл это сделать? Думаю, что да. У Сидельникова огромные перспективы, громадный талант, пусть и подавляемый травмами. И конечно же у маленького Федора есть поддержка в лице большого императора. Если вы считаете, что время Сидельникова прошло, если вы считаете, что ему ничего не светит, вспомните, что писала толпа, когда Харитонов неудачно гибетировал Беллатр. Вспомните о поражении Федора и том, что он теперь в финале гран-при. Вспомните о том, как не давали шансов Немкову в полутяжелом весе. Вспомните, подумайте и лишь потом пишите. Спасибо, что смотрите канал 5 фактов о бойцах. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok